Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александра Киевская, и добро пожаловать на мой канал. За моей спиной вы можете видеть здание, в которое мы обещали вам попасть в прошлом ролике. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Сейчас здесь вот сверху, где-то тут, будет подсказка на этот ролик. Когда мы приехали в это место ночью, мы обнаружили, что это место уже оказалось открытым. Это произошло в ту самую неделю после выхода моего ролика, и сейчас, в этот момент, когда я записываю вот этот ролик, прошла уже неделя. И за эту неделю кто-то сюда пришел и открыл этот дом. Конечно, большое тебе спасибо, чувак, ты облегчил нам работу, это просто замечательно, но не до конца, конечно, открыл. В этом еще ножкой немножко потолкали, и в итоге дверь открылась практически сама. И я думаю, что самое время идти и показывать, что же все-таки находится в этом доме, и что тут вообще, твою мать, происходит. Потому что все, что вы сейчас видите вот в этой части экрана, все это мы нашли именно в этом доме, возле этого дома, если быть точнее. Кто тут все время ходит. Если тут кто-то сейчас нас заметит, я думаю, что это будет довольно неприятная ситуация, потому что есть у меня предположение, что, во-первых, кто-то может нас здесь ждать, ну и отлично, ведь так будет интересно. Ладно, давайте не затягивать, пойдем посмотрим, что в этом доме и что вокруг него в целом. Поехали! Вот так вот выглядит этот домик днем. Самое интересное, за ним, вот там сзади, находится какое-то, что ли, учреждение, скорее всего, государственное, возможно, это какая-то лечебница, что-то такое. Поэтому мы, собственно говоря, так и опасаемся, и все очень непредсказуемо, ребят. Сейчас там человек идет. Как вы помните, это платье висело вот на этой веревке, оно сушилось здесь около двух месяцев, и, как вы видите, оно переместилось вот сюда. Понятно зачем, нас, возможно, решили напугать, но это практически невозможно, поэтому вот тот маленький проход, который вы видите, это то, куда мы, собственно говоря, сейчас будем залазить. Там тайны? Там прикольно. Прикольно? Да. Ну, значит, это того стоило. Просто мы, ребят, за этим местом охотились очень долго, и, наконец-то, мы, походу, первые люди, которые после тех, кто закрыл этот дом сюда, вновь попали. Ого, а тут реально прикольно. Да-да-да. Здрасте. Добрый день. Ох, как тут, какой тут запах интересный. А здесь вообще необычно. Да, я вижу. Ковры висят на стенах. Вот такое вот у нас помещение. Я не особо понимаю, это склад, мусорник или что? Я, наверное, думаю, это что-то общее между складом и мусорником. Мой вопрос, сколько времени здесь это все стоит, и здесь есть относительно новые продукты. Телефон. Телефон нашел. О, мобила. Мобила. Ножик вон еще есть. Есть вон куча консервации. Если вдруг мы проголодаемся, и мы останемся здесь навсегда, у нас есть некоторые запасы. Опять он женский сумм, и тут православные календарики даже без них. Здесь есть электрощиток, который, возможно, даже работает. Сухари. Вот какой-то такой миниатюрный подвальщик, но это не совсем подвал, а больше похоже на яму. А это что, спотпит? Вот есть какой-то кейс прям. Я, знаешь, я ожидаю, я ожидаю здесь, что тут кодовый замок. Во-первых, уже давно-давно сломан, а во-вторых, мы сейчас его открываем. А там... На самом деле интересно. Надо замокнуть. Воу. О, оружие? Не, ну какое-никакое, а однако оружие. Да. Давай, сразу говорю тебе, вон диски лежат. Давай мы эти диски прихватим с собой, посмотрим, что на них есть. Петька и Василий Иванович. Ну, на твой выбор можешь схватить один. Я думаю, там просто то, что на этих дисках... Сейчас, а можешь посвятить, пожалуйста? Ага. Я очень люблю такие вещи делать. Если вы помните, мы уже когда-то такое делали, и не зря, потому что то, что мы увидели на кассетах, которые нашли на заброшке, очень с неприятным содержимым были. Я думаю, что если посмотреть эти диски, возьму эти два, наверное, а может возьму все, кто его знает. В общем, посмотрим, что тут будет. Там нельзя шуметь. Не, я бы, конечно, сказала, что это похоже на свалку, но на самом деле здесь нет как такового, знаешь, муцара. Здесь, по сути, всё, что здесь лежит, оно сюда было принесено кем-то. Вот шкаф ещё стоит. Ого, а я вам подпёрт. Дело в том, что... Да, но нам нужно как можно тише это делать, потому что здесь рядом, ай-ай, очень много всего живого. Вот так вот. А второй? Попробуй. Так, посмотри, какие вещи висят, они новые, они вообще чистые. Трапашка. Так же краса в золоте. Тряса прям какая-то. Да, интересно. Не знаю, что за сраные люди здесь обитают. Там, кстати, пакет от корма лежит, и тут она везде вообще раскидана. Прости. А человек, кто кормит кошек, всё-таки сюда заходит. Так вот, вот что-то мне подсказывает, что здесь... Я не знаю, что-то странная какая-то комната. Слушай, она детальна, смотри. Тут есть электричество. Точно. Слушай, мне кажется, тут тоже есть секрет-рум. И у меня паук тоже. Я не считаю, что это безопасно, то, что мы сейчас делаем. А если тут кого-то держит, смешно будет. Ну давай, молодец. Запах, запах старых вещей. Ещё какая-то дверь, лестница. Тут кто-то дрова пытался, я так понимаю, нарубить. Там я уже вижу, я уже вижу, что там. А что там? Ещё комната? Да, ещё комната, и там есть даже штора. Здрасте. Чемоданы и плащ. Это же вон. А тут более будет меньше снаружи. Здесь, так понимаю, сушат вещи, типа здесь натянутые. Мне просто кажется, что здесь живёт какой-то ворюга. Да, ворует сумки там, прочего херного. Уже слышно много женских вещей. Я не думаю, что здесь женщина живёт. Это маньяк. Блин, мы не знаем. На самом деле, глядя на этот плащ, в принципе... Ну да, что какой-то нездоровый человек может быть. Потому что одежда странная, а она новая реально. О, здесь написано на стене Саня. Всё, буду знать, что это вот... Да. Это мне первый звонок к тому, что так быть не должно. Везде валяются детские. Давай тише, чуть-чуть тише. Очень громко. Пока не троги. Нам надо сваливать отсюда побыстрее. Нам надо ещё зайти в амбар. Палка. Да. У меня есть идея, что тут можно будет сделать. И ты знаешь эту идею. И вы все, ребята, знаете про то, что я предложил сейчас вам. Я уже это предлагала. Вставить камеры. Что за этой дверью? Комната. Какая? Жилая. В смысле? Да тут все комнаты, по сути, так выглядят. Да, то есть здесь реально я живу. Там липучка для мух. Я теперь понимаю, кто котов кормит. Здесь телевизор даже стоит. Цветок растёт. Ладно, время валить там, пока не пришли. В общем, с этим домом пока что покончено. В любую секунду сюда может кто-то прийти, потому что вы все сами видели, что там обитаемая абсолютно комната, обитаемый дом вообще в целом. И я думаю, это будет как минимум тупо сейчас в дневное время суток на них наткнуться. И типа, что мы будем друг другу говорить, я даже не представляю. Поэтому бегом, пригибаясь, пригибаясь, мы бежим к амбару, смотрим, что там, убегаем. И придумываем дальше наш план действий. Вот здесь обстоят дела. Вот так. Что тут внутри, сейчас мы посмотрим. По сути, просто одно помещение пустое, большое, как я, в принципе, и думала. И говорят, что здесь раньше производилась мебель на заказ. И самое странное, что лежит вот эта медицинская маска. Правда, она мало от чего спасает, но, тем не менее, она здесь почему-то есть. Знаете, больше похоже на какой-то автосервис. Если честно, сверху чердак, на него зайти невозможно. Там вообще ходить не почему, только перекрытие. Да, и, в принципе, здесь абсолютно пусто. В общем, давайте подведем итоги, что мы только что увидели, куда мы только что попали. Мы попали в дом, в котором явные есть признаки жизни людей. Да, людей, не удивляйтесь, никаких ни призраков, ни маньяков. Обычных, скорее всего, людей, которые просто сносят туда почему-то свои вещи. И одновременно еще там и живут. Вот, собственно говоря, к вопросу, кто же кормит все-таки этих котиков, вот, пожалуйста, эти самые люди, которые проживают в этом доме и заботятся о животных, которые находятся на их территории. Ну, вот сейчас у нас пошел первый диск. Я думаю, что достаточно хорошо слышно, что комп пытается его считать. Но у него как-то это очень не сильно получается. Вообще, комп не реагирует теперь ни на что. Я не понимаю, что могло быть на этом диске такого. Нет, ребят, тут все-таки вот что есть. Я перезагрузила комп, потому что с ним происходили необъяснимые какие-то вещи сейчас. Но вот, в итоге мы имеем здесь некоторое количество папок, каких-то двух файлов по установке, которые, соответственно, устанавливать я, конечно, не буду. Но очень интересно все-таки, что там в них зашито внутри. Короче, сейчас мы имеем информацию о том, что последние изменения на этом диске происходили 22 января 2002 года. На втором диске все то же самое, поэтому делаем логическое заключение. Это один и тот же фильм. А вот во второй коробочке оказалось аж целых три диска вместо двух привычных. Поэтому я думаю, что это, наверное, знак судьбы. На первом диске вот такая картина. Здесь три файла и последние изменения в 2008 году. Но, к сожалению, открыть я это не могу, потому что ни один видеопроигрыватель на моем компе не позволяет мне почему-то открыть эти файлы. На втором диске все абсолютно то же самое, только файлов не три, а всего лишь два. На них на всех записаны поврежденные файлы. В общем, на этой ноте, я думаю, мы завершим. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если он вам понравился, поставьте ему палец вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что это не последний ролик, который выходит у меня на канале, к счастью. К сожалению, очень жалко, что ни один из файлов не открылся, но исходя из того, как изначально выглядели эти коробки от дисков, можно было понять, что ни один файл там просто не мог воспроизвестись изначально. Именно поэтому я думаю, что прямо сейчас нам придется с вами попрощаться до следующего ролика, который выйдет в воскресенье, как обычно, на моем канале. Поэтому меня зовут Саша, всем пока и до скорой встречи!